Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Происходили с правительства Западной Армении. 24 мая 2023 года состоялась конференция, посвященная десятилетию основания Национального собрания Западной Армении. Уроженцы Западной Армении Душман Бартан. Вопросы армян Западной Армении. Безнародной поддержки брать на себя время ответственности бессмысленно. Самбел Бабаян. Вашингтон готов ввести санкции против Баку и ввести вызовы и запреты. Армянская церковь Сурцаркис провинции Камарак-Себастье нуждается в восстановлении. Пресс-релиз правительства Западной Армении. В связи с последними событиями на территории Арцаха правительство Республики Западной Армении напоминает. Арцах является неотъемлемой частью государства Армении, признанного в 1920 году, преемственностью которой является Западная Армения. Следовательно, на основе международного признанного статуса именно государство Западной Армении имеет на своей территории правовую легитимность принятия решений по любым вопросам. Следует напомнить, что правительство Республики Армении, Восточная Армения, не имеет правовой легитимности для принятия решений о будущем коренного армянского народа Арцаха. Исходя из этого, последние заявления о статусе Арцаха в Восточной Республике Армении считаются недействительными и со стороны Западной Армении. Окупация территории Арцаха и геноцид коренного населения являются следствием забвения, безразличия, искажения и отрицания прав западных армян, которые страдали и продолжают страдать от оккупации геноцида. Продолжая работу, проделанную его превосходительством по госам Нубарам, Западная Армения продолжает работать в соответствии с фундаментальными интересами армянской нации, достойно представляя свой народ в рамках мандата уже возложенного значительной частью народа Арцаха, в основном армянскими населениями Шуши. Работа по защите достоинства армянского народа не может быть выполнена без участия Западной Армении, права которой были ущемлены слишком долго и несправедливо. Она не отступит от основных прав в соответствии с Декларацией ООН о правах коренных народов. Пресс-секретарь правительства Западной Армении, министр иностранных дел Республики и Западной Армении Лидия Маркусян, 24 мая 2023 год. Полная информация доступна на нашем веб-сайте. 24 мая 2013 года Национальный совет Западной Армении, правительство Западной Армении, присутствующие делегаты решили официально создать Национальное собрание Западной Армении, десятилетие которого исполнилось вчера. Состоялась встреча Национальное собрание на платформе Zoom, в ходе которой выступили президент Западной Армении Арменак Абрамян, премьер-министр Седа Меликян, председатель Национального собрания Нелли Арутюнян, вице-президент Виолетта Казаросян, министр иностранных дел Лидия Маркусян. Депутаты выступили в вступительной речи. Президент Абрамян в вступительной речи представил вызовы Западной Армении, сегодняшнюю стратегию, внешнюю и внутреннюю политику, вопросы обороны и действия, которые необходимо осуществить в будущем. Президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян отметил, любое обсуждение и дебаты должны приносить положительный итог над полученным результатом, проводить длительную и упорную работу для получения желаемого результата. Президент Арменак Абрамян также представил предварительные результаты спонсорства кандидатов на выборы в Национальное собрание Западной Армении в 2023 году. Уроженцы Западной Армении Душман Вартан. Герой Арцавской войны Фидаи Вартан с 1988 года полностью посвятил себя Арцавскому движению. Народному освободительному движению, завоевав признание и уважение среди народа, стал настоящей легендой. Вартан Степанян родился 9 марта 1966 года в Ереване. С 1973 по 1983 год учился в 32-й Ереванской школе имени Ванеса Туманяна. Учился и окончил школу на отлично. В 1984 году волонтером поступил к службе Советской армии в Афганистане. Мечтал овладеть всеми навыками военного искусства. Служить в Афганистан я пошел добровольно. Хотел научиться хорошо воевать и воевал. Я был неплохим солдатом, верил, что однажды стану солдатом армянской армии. В мирное время после Афганистана в Артану жить было сложно. Я не нахожу себе места, два месяца проработал на заводе, мне не хватало чего-то важного. Я решил поехать в Москву и поступить в университет. Поступил на подготовительный курс, оставив учебу наполовину. На следующий год, в 1987 году, поступил в Московский инженерно-строительный институт. Жизнь, кажется, налаживалась, но наступила весна 1988 года. Началось арцасское движение. Оставив учебу наполовину, я поспешил в Ереван. Узнав, что формируется отряд афганцев, вступил в состав. Мне дали пулемет. Призывникам в Арцах было очень сложно. В Артан вдохновлял молодых солдат. Затем, взяв в руки гор с земли, съел и потребовал, чтобы так поступили остальные ребята. Идея этого заключалась в том, чтобы донести до солдат следующее. Наша страна, наша земля – это наша мама, и нет ничего слаще в этом мире. Любите ее, как любите отца и мать, потому что наша земля – родитель для всех нас. В 1989 году, когда наблюдалась нехватка оружия в Арцахе, в Артан по особому заданию отправился в Москву, откуда невообразимым путем, обойдя досмотр все еще существующего Советского Союза, смог доставить в Армению оружие и боеприпасы, которые в дальнейшем были отправлены в село Бердзор-Шуши. С другом Арменом Еретсяном создал военную школу Аспет, где готовились фидаи, отправляющиеся в Арцах. В дальнейшем в Артан создают аналогичную школу в Арцахе. Взять оружие и пойти воевать – это уже большой героизм, а каким будет солдат – хорошим или плохим – зависит от командира. Я очень нуждаюсь в войне, пуля меня не поймает. Если я погибну, причиной этому будет только мина. В Артан погиб 3 июля 1992 года при выполнении боевого задания с военными друзьями. Ерё – Армен Еретсян и Араик – Ара-Авакян, близи села Мюрышен, Мартунинского района НКР. Если я погибну, приходите на мои похороны, вооружённые и аккуратно одетые. Положите мне под голову кинжал, чтобы я мог бороться и в ином мире. Вопросы армян с Западной Арменией. В отличие от десятилетней политики культурного вандализма и уничтожения властью Азербайджана, Армении и Арцах привержены идеи прогресса мира и солидарности посредством сохранения культуры и культурного наследия на своих территориях, независимо от метического и религиозного происхождения. Мечеть Джовхар Агайи Веринджума, которая значительно пострадала в годы Арцахской войны и находилась в полуразрушенном состоянии, реставрировалась. В 2019 году на средства фонда Идея в сотрудничестве с властью Арцаха была осуществлена реставрация мечети Джовхар Агайи Веринджума в Шуши. За все время существования Арцаха церковь Сурб-Аминапаркич-Казан-Четцов в Шуши была восстановлена и брагоустроена. После депортации армян из Шуши в 1988 году азербайджанцы разрушили статуи ангелов на колокольни и превратили церковь в вооруженный склад во время Арцахской войны. Здесь находился склад ракетного комплекса «Град Азеров». Монастырский комплекс «Ганзасар» на стенах имеются следы бомбардировок. Церковь Банкасар Мартакетского района, монастырский комплекс «Амарас» неоднократно подвергался обстрелу. Также церковь Тезернакова IV века Кашатакского района. Монастырский комплекс «Дады Ванг» использовался как хлев. Агентство «Арцах Пресс» подвело итоги 10-дневных политических консультаций с Амвелом Бабаяном. По словам Бабаяна, в ходе первой встречи обсуждалось предложение о создании Государственного комитета обороны. «В принципе, я всегда был против такой структуры, потому что таким образом сводятся на нет 25-летние правовые и политические достижения Арцаха. Однако, поскольку правящая власть уже согласилась с требованием всего политического поля Арцаха иметь такую систему управления, я также решил пойти навстречу. Причина этого решения исключительно в поиске совместных решений для преодоления вызовов стоящих перед Арцахом. Во время второй встречи Араик Арутинян обсудил вариант проведения референдума о доверии, спросив мою точку зрения. Оценивая внутренние и внешние риски и последствия, в то же время осознавая необходимость моей поддержки в этом вопросе, я вновь решил пойти навстречу для выхода из создавшегося тупика. Эта версия также была отменена. Я не знаю из-за внутренних или внешних разогласий. Третья встреча, в ходе которой логически должен был обсуждаться последний вариант отставка президента, не состоялась. Наша позиция неизменна. Я продолжаю проводить встречи и обсуждения со всеми слоями общества, представлять создавшуюся ситуацию и свои представления, как из нее выйти. Народ должен верить и принимать предлагаемую нами услугу. Без широкой народной поддержки брать на себя бремя ответственности не только невозможно, но и бессмысленно. Я тоже жил каждую секунду чувствовать за спиной дыхание и энергию народа. Правительство Западной Армении приветствует любое вылезлияние народа Арцаха отставить принятые ими решения. С 1991 года по сей день Арцах, несмотря на большие потери, сумел сохранить государственные структуры, сформированные в соответствии с международными нормами посредством свободных и справедливых выборов. Сегодня Арцах по закону, принятому Национальным собранием Западной Армении, считается провинцией Республики Западной Армении, имея право на самостоятельные органы управления, стоит перед фактом потери своей независимости. Если народ решит иметь любую формализованную структуру, способную принимать правильные политические решения, обратиться к президенту и правительству Западной Армении, присоединиться и станет одним из руководителей этой структуры, мы с радостью примем и пойдем навстречу, взяв на себя возложенные на нас обязанности. Международная кризисная группа представила новый доклад о новой кризисной ситуации в Арцахе, обусловленной установкой к Азербайджанам контрольно-пропускного пункта по дороге в Бердзор. В докладе отмечается, в Арцахе и вокруг него растет угроза насилия. 23 апреля Баку открыл КПП в Бердзорском коридоре, который является единственной дорогой, соединяющей Армению с Арцахом. В отчете, в частности, говорится, в результате столкновения между Азербайджаном и армянскими силами в мае погибли как минимум три человека. Столкновения произошли через два с половиной года после того, как шестинедельная кровопролитная война вытеснила армян из части Арцаха и прилегающих районов. Согласно трехстороннему заявлению, подписанному Баку, Ереван и Москвой, армянские жители бежали в Армению или ту часть Нагорного Карабаха, где после войны были размещены российские миротворческие силы. В середине декабря поддерживаемые Баку активисты окружили Бердзорский коридор под предлогом протеста против горнодобывающей деятельности, нарушив регулярное движение. Далее азербайджанцы в список проблем добавили больше вопросов, таких как контроль над коридором. До того, как Баку установил КПП, параллельные дипломатические усилия привели к двум проектам мирного соглашения между соседями, один из которых был предложен России, другой разработан Азербайджаном и Арменией при поддержке Евросоюза и США. Баку не желает обсуждать статус жителей Арцаха на переговору с Ереваном, заявляя, что у жителей будут те же гарантии безопасности, что и у всех граждан Азербайджана. С февраля 2022 года Россия не хочет или не может предотвратить последовательные эскалации, которые действительно способствовали военному преимуществу Азербайджана. Блокаду, а теперь и создание Баку КПП. Какова была международная реакция, США и Франция раскритиковали Баку за установку КПП. США заявили, что КПП подрывает усилия по установлению доверия в мирном процессе. Такую же линию взял на вооружение МИД Франции, предупредив, что КПП ставит под угрозу переговорный процесс. Париж также призвал Баку принять временные меры, установленные решения Международного суда ГАГИ от 22 февраля, которые реагируют на блокаду. Американские официальные лица заявили Crisis Group, что если отношение ухудшится, Вашингтон готов занять более жестокую позицию по отношению к Баку, что вызванные боями кровопролития превысит уровень, США могут ввести санкции и визовые запреты. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности в Брюсселе Жозель Боррель назвал действия Азербайджана противоречащими призыву Евросоюза к снижению напряженности. Полная статья доступна по ссылке. Армянская церковь Сулб Сарки 19 века в поселке Чепни провинции Арарахси-Бастия превратилась в мишень для кладоискателей. Об этом сообщают туркоязычные СМИ. Согласно источнику, периодически искатели сокровищ, разрушающие церковь, роют большие ямы и разрушают здания. Крыша церковь покрыта травой и землей. Вид сверху напоминает домашний сад. Бывший глава общины Чепни Мурат Учар подчеркнул, что церковь нужно отреставрировать. Предполагается, что церковь была построена примерно в первой четверти 1800-х годов. Армянская церковь называется Суб Саркис. В условиях того времени сооружение было местом поклонения. Об этой структуре мы знаем с детства. Зачастую церковь разрушали казнократы. Это местность, наследие, которое нужно передать будущим поколениям. Мы желаем, чтобы данная структура стала визитной каточкой нашего района. Мы хотим восстановить церковь, чтобы придать импульс развитию туризма. Строительство церкви должно осуществляться в соответствии со строительными нормами армянской архитектуры. Так как зафиксировано множество случаев, когда под завистой ремонта церкви менялся фасад церкви, уподобляясь балканским церквям. И в завершение новостей послушаем песню Анны Маннахчик в исполнении Григора Сафаряна. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок